друзья ну что здорово всем добрым рыболовам с вами рыбачок Игорек и сегодня я нахожусь в погребах ну с целью показать вам разлив дисне какой у нас тут сегодня происходит значит приезжал ребят сюда вчера хотел проскочить на рыбалку но вот тут дорога возле мостика была еще вся в воде сейчас конечно вода отошла но вчера была воды по колено а то и выше поэтому я не рискнул прорываться потому что перспектива схватануть гидроудар такая себе вот поэтому сегодня хочу вам показать как разлилась десна сейчас надувной матрас на лодке плавать нельзя на матрасе можно поэтому сейчас его соорудим соберем весло ну и проплывем все получается по грибской старухе начнем оттуда с конца проплывемся через мостик ну и возможно если нам ветер позволит доплывем до десны поэтому ребята это это третье видео уже из цикла скажем так большая вода 2023 закончим на этом про деснянский про днепровский разлив потому что уже конец апреля я думаю что скоро весенний паводок будет сходить на нет поэтому ребят кому будет также интересно мое сегодняшнее путешествие устраивайтесь поудобнее и погнали сейчас ребят накачаем одноместный матрасик вот такой я купил посмотрим так матрас накатали сейчас соберем наше весло так друзья ну что плывем на первую локацию там вот в конец по грибской старухе ну как плывем вернее ветер немножко меня несет конечно матрас это не то плавсредство но но в принципе не является плавсредством почему я решил на нем сегодня поплавать чтобы никто не делал замечания это можно считать такой знаете пляжный пляжной прогулкой ну правда с одним веслом вот значит плывем сейчас в по грибской старухе посмотрите как там линии электропередач стоят в воде посмотрим вернее потом поплывем в сторону мостика который киевские рыбаки возможно знают все переезжают когда едем на рыбалку в погребы ну вот я смотрю конечно воды воды еще ребят очень много конечно ребят против ветра грибки будет совсем неудобно потому что ну надо предлагать очень много усилий поэтому ой лебеди полетели поэтому план такой сейчас по ветру в начало идем потом матрас перетащу ну туда к десне уже да и от десны стартанем назад вот ребят уже грибу практически по суше вот смотрите получается вот на вот это вот вот это вот весло уже сушено вода еще высокая конечно он сейчас поплывем к тем столбам посмотрим вот ребят видно линии электропередач стоят в воде поэтому сейчас будем выбираться на берег так ребят ну что плавали в начало по грибской старухе надеюсь увидели линии электропередач ну и какой ветер значит против ветра меня на матрасе хватило метров на сто и не больше принял решение значит сейчас идем в начало там где старуха впадает в десну и оттуда уже по ветру будем стартовать потому что ребят против ветра грибки вообще не предоставляется возможности поэтому будем стартовать от десны и по ветру поплывем к мостику ну и поплывем туда откуда начинали наше путешествие это ребята понимают дело идем по ветру отлично не надо напрягаться ветерочек в спину дует там вдалеке виднеется высотки троещины сейчас потихонечку будем проплывать мимо построек посмотрим как там вода к ним подобралась вот вода у самого домика ребят можно видеть близко люди построились конечно наверно не не ожидали что будет такой разливчик елочки я честно говоря не думал ребят что этот старичок такой большой это наверное верят не за того что он разлился и получается сейчас заполнились те канавки ну либо же те русла которые стояли летом без воды я сейчас там смотри прямо вообще по моему пол дома в воде ну или того или то пол гаража сейчас потолкнем посмотрим конечно ну очень много воды рыбкам будет рыбки будет где не реститься конечно и думаю тут она сильно резко не упадет потому что в принципе объем воды такой вам скажу хорош это там вначале когда мы плыли но откуда вы начинали там получается мелковато а тут я так смотрю смотрите вот весло два метра уходит полностью то есть получается что воды воды нормально так что плывем дальше посмотрим какая ситуация там ребят подплыли к очередной локации несет ветерок нас сейчас будем отплывать вот ребят можно видеть какой высоченный уровень воды конечно смотрю я от самую грубо грубо говоря набережную ну вот этот вот домик с двумя ролетами я сомневаюсь что это был домик для лодок вероятно что это скорее всего что конечно же гараж вот он наполовину залит крыша возле него это беседочка скорее всего что где можно посидеть летом вот тут час полностью водах и вот ребят дела если кто-то в будущем возможно захочет строиться близко возле воды примите во внимание то что раз в принципе во сколько в 10 может быть 15 лет бывают такие поводки половодья весенние что вода может подтопить ваши гаражи беседки ну короче короче говоря ваше имущество поэтому если у кого-то есть такие планы имейте это в виду ну что ребят плывем дальше сейчас опять что-то ветер поменялся 5 грибу против ветра не знаю я сейчас будем добираться до десны хочу все-таки посмотреть какой там уровень воды берегу будем значит в общем к берегу сейчас я тут без камеры значит берегу сейчас я тут без камеры выгребу но потом уже часто тут без камеры ребята выгребу потом уже встретимся короче говоря на десне так ребят ну вот мы и добрались до десны вот перед нами остров утки он так называется потому что у него форма похоже на утку вот но я не знаю ребят наверно на десну за на саму заплывать не будем что там сильное течение скорее всего что и я на этом матрасике могу очень долго гребти поэтому будем разворачиваться назад плыть к началу по грибской старухи к пляжику хотел заплыть но тот островок только начал выходить ближе к реке как течение подхватило начал оснащить за остров получается поэтому ребят не рискнули на таком клипка матрасики туда стартовать ничего страшного в принципе там особо смотреть ничего не ничего остров остров как остров вот ну ребят что такое путешествие сегодня выдалось ну сейчас плывем самое начало по грибской старухи вот в принципе сегодня поплавал посмотрел в дачу конечно очень высокая что тут и говорили увидели да там гараж людей был наполовину затопленный вот непонятно какому числу этот уровень спадет в новостях передавали что там пик деснянского половодия чуть ли прогнозируется не на 21 апреля посмотрим в общем как оно будет вот еще вода конечно высоковатое но все равно надо уже выезжать пробовать ловить пытаться тем более что он ребята уже смотрю коллеги блогеры публикует видосики подлещик проскакивает карасик поэтому ребят следующее включение будет обязательно с рыбалочки но пока что пока плывем на пляжик и будем уже потихонечку сушить весла последние друзья нашла касса сегодня на погребской старухи это пляж на который отдыхают жители деснянского района вот принципе можно видеть пляжа еще нету вот высокая вода затоплена а вот мостик я смотрю вот прямо по курсу его по ходу заделали деревянными какими-то этими стеллажами стеллажами какими-то деревянными как они называются в общем какой-то деревянной конструкции его заделали чтобы туда вода не шла и дома не потапливал он сейчас ближе под плывем посмотрим качелька одиноко скучает ну наверное кататься на ней будут еще не скоро на вот раздевалочки тоже затоплены пока что еще в общем заделали не деревянными а металлическими такими листами ну в принципе правильно дерево что размокнет да и все а тут металл мы такие справа слева оставили для прохода рыбы наверно ну и чтобы вода немножко циркулировала под мостом уже проплыть не получится ну ничего страшного пока что ребята там вот постояли при заезде на мостик на ниссане x-ray или по-моему ну и решили рисковать ну правильно ребят потому что гидроудар штука такая потом двигатель восстанавливать дороже будет 8 друзья всем спасибо за внимание спасибо что уделили время побывали со мной на такой экскурсии скажем так вот он поплавал сегодня показал вам возможно кому было интересно разлив десны но это не совсем десна все-таки залив десны ну так или иначе вода еще высокая ведь и залитой беседки залиты качельки вот люди он и мост законопатили чтобы вода не поднималась выше ну и сегодня у нас какую 26 по моему апреля будем надеяться что пик половодия на десне уже потихонечку будет сходить на нет чтобы река уже входила в свои берега ну чтобы и края любви развивалась чтобы вода потихонечку спадала ну и что и будем уже я буду расчехлять и дыра рыбачить потому что писали мне в комментариях игорь давай рыбалку уже ребята будет рыбалка обязательно скорее всего что когда вы будете смотреть этот сюжет я уже буду рыбачить все друзья всем еще раз спасибо за просмотр кому понравилось это видео ставьте ваши рыбацкие лайки комментируйте и до скорых встреч пока